Всех приветствую на канале Tetra Games. Меня зовут Вирт. Это второе уже прохождение игры Gold Rush The Game. Игра основанная на мотивах ТВ-шоу Золотая Лихорадка с канала Discovery. Собственно говоря, в прошлом видео мы настроили водную помпу, которая будет подавать воду вот по этому зеленому шлангу. В этом видео мы непосредственно уже с вами будем добывать золото. Сидеть на эскалаторе, промывать золото и добывать уже непосредственно сами самородки. Для этого нам будет сейчас необходимо довершить все настройки нашего золото добывающего производства. Для этого я еду сейчас на склад. И мы должны будем в багажник положить еще дополнительную аппаратуру. Ее немного осталось, займет не так много времени. Значит, так, стальные тросы нам не нужны. Возьмем толстый электрический шнур. Сейчас я его в багажник положу. Оп, оп, вот так. Хорошо. Так, теперь нам нужно, что нужно? Ну, давайте еще, может быть, еще одну бочку возьмем. Вы потом поймете, почему нужно так много бочек пустых. Я вам покажу, в чем именно фикус. Они действительно нужны. Лишними не будут. Я думаю, когда игра станет больше, больше по функционалу, я думаю, такие вот вещи можно будет где-то покупать. Сейчас на данный момент в игре возможности что-либо покупать вообще нету. Как и нету никакой игровой валюты. То есть, есть возможность только добывать золото. Ну, и, собственно говоря, так. Вроде как, все. Осталось только промывочный маленький прибор взять вот этот. Вот мы его берем. По сути, это аналог грохота, но только маленький. То есть, если грохот отсеивает большие валуны и промывает породу, не очень, скажем так, немножко небережно он это делает, то вот этот маленький промывочный прибор, он оставшуюся породу промывает более тщательно, оставляя только самые-самые нужные, скажем так, крупицы. Так, я подъезжаю. Так, мне сюда не нужно. Крупицы золота. Сейчас я размещу вот этот маленький промывочный прибор рядом с грохотом, чтобы далеко не приходилось бегать и мотаться с ведрами, с этими, в которых будет промывочный грунт. Поэтому выгружаю сейчас. Все, потихонечку. Так. Так, так, так. Куда бы нам поставить эту хрень? Хотелось бы ее поставить таким образом, чтобы все всякие розетки и другие отверстия, что ли, не знаю, для подключения в том числе воды были вот как-то относительно грохоты спереди, чтобы было все перед глазами. Так, возьмем вот этот шнур, не знаю, сейчас он понадобится, не понадобится, может быть, и лишний будет. Ну-ка. Опа. Опа. Припадочная, припадочная штукенция. Она решила, ну, ну, вас нахер, не буду работать. Так, давайте сюда поставим. Вот они вот. Вот сюда. А, блин, кнопки с этой стороны. Ладно. Разверну тогда ее вот так, и вот, вот так вот хочу. Видите, тут даже на самом маленьком этом промо-приборе есть. Внизу пояснение, где голд будет, золото будет вываливаться. Снизу два таких типа сопла, или сопла. Сейчас подключаю электричество тоненьким шнуром к дизельному генератору. Вроде как все. Сейчас только под низ, под него нужно ведра поставить, которые я предусмотрительно захватил с собой. Так, берем ведро, ставим. Вот, 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 вот сюда вниз есть. Ну, и давайте второе. Третье останется в машине, но оно нам тоже понадобится, я его выгружу. Так, вот. Два ведушка поставил. Из одного будет сыпаться порода с золотом. Может быть, не полностью чистое, да, это не будет чистое золото, но уже, по крайней мере, в какой-то мере очищенное от грязи. От грязи, от песчаника, от тыла, от всякого, в котором мы тут ковыряться будем. Так, включаем дизельный генератор. Вот, видите, иконка стала зеленой. Это означает, что грохот подключен к электричеству. Ведро есть и осталось воду. Воду я забыл включить, насос. мы подключили, но он не качает. Сейчас мы включим сам насос, а также протянем второй такой же зеленый шланг уже к маленькому промывочному прибору, потому что ему тоже нужна вода. Вот, здесь бензин есть, все есть, я только забыл включить. Вот сейчас, где-где-где, вот, дрын-дын-дын, дрын-дын-дын, отлично. Запустили водную помпу, насос. Сейчас мы возьмем второй провод, и мы должны будем, где-то, где-то, о, есть, почти с первого раза получилось. И теперь протянем провод ко второму промывочному прибору. в принципе, друзья мои, это все, все, что вам нужно знать по сборке, по подключению вообще всей вот этой линии производства, добычи золота. Больше особо ничего здесь не нужно. И на данный момент игра просто не позволяет ничего другого сделать. Уже скоро будет релиз хоть какой-то можно, вот видите, вода уже даже пошла, даже видно, как вода пошла, супер. Я надеюсь, что чуть позже, когда игру выкрутят релиз, ее можно будет купить, ну, хотя бы там в Альфе, блин, ну, или в бета-версии, добавят больше различной аппаратуры, там будут большие модели гроботов и так далее. Ну, и больше техники, потому что на данный момент техники очень мало, всего 4, 4 штуки эскаватор, бульдозер, машина и грохот, да, особо больше ничего и нету здесь и техники. Как в фарм-симуляторе, я думаю, будет больше. Так, грохот включаем. О, грохот заработал, видите, начинает трястись, желоб крутится, вода идет. Теперь осталось нам грохот начать загружать сверху грунт с помощью эскаватора. Собственно говоря, вот мы добрались до самой интересной части, она интересная только в первые несколько секунд. Вот мы садимся в эскаватор, переключаю вид, вот, вот так вот, два раза на букву С нажимаем, чтобы переключить вид, запускаем эскаватор. Однако, сам процесс загрузки грунта в грохот с помощью эскаватора, он достаточно рутинный. я искренне надеюсь, что разработчики, так же, как, допустим, фарм-симуляторе, дадут возможность, реализуют ее, чтобы можно было кого-то, ну, какого-то бота, компьютерного, искусственный интеллект, нанимать каких-то людишек, чтобы они бульдозере в эскаваторе сами сидели и потихонечку грузили грунт, потому что заниматься этим, ну, честно говоря, часами, просто, ну, нету желания и, ну, никакого настроения. Первое время научиться пользоваться эскаватором, безусловно, это интересно, это сложно, на управление, вот так, я переключаю сейчас с режима водителя на режим управления ковшом, правильный шанс Z, если я не ошибаюсь, а shift, shift, переключаем и уже дальше начинаем управлять самим ковшом кабины и ковшом, это сложно, первые минут 15-20 будет получаться очень сложно, потому что на управление ковшом выделено 8 клавиш, это действительно сложно, но впоследствии, после того, как вы наведете руку, в принципе, вот эта штука я вообще, кстати, не пользуюсь вот это дополнительное забрало, назовем так, оно нафиг не нужно, по сути, нужен только подъем ковша, сгиб в колене, сам ковш, чтобы двигался и, собственно говоря, все, то есть, я обычно пользуюсь всего шестью клавишами из восьми, этого, в принципе, хватает, вот так я поднимаю грунт, разворачиваю кабину с дополнительными кнопками и осторожненько, не промазав, грунт начнет, иначе может просыпаться мимо, так, какие тут ковиши нужны, вспоминаю, вспоминаю, осторожненько выгружаю грунт в грохот, вот, вот так вот, и мы видим, как проценты на грохоте, на иконке начинают бежать около бедрышка, видите, пошла переработка, очистка, это означает, насколько заполнено то самое ведро вот этим неочищенным непромытым грунтом, включающим, разумеется, и золото, и с песчаником, так, тут я, кажется, не очень много поместил в ковш, но все-таки уже получше, как только вот этот процентаж наполнения ведрышка достигнет 100%, дальше смысла нагружать грунт уже не будет, нужно будет промывать его более детально, и так вот, я еще раз сейчас загружаю грунт, обратите внимание, когда вы промахиваетесь мимо грохота, появляются рядышком с ним маленькие кругляшки, такие, похожие на кроличьи какашки, так называемые кроличьи какашки, по сути, таким образом игра показывает, что это грунт, это кусочки земли, и они высыпались, спустя какое-то время, эти кусочки просто добавляются в терраформинг игры местности, и просто рельеф за счет вот этих кругляшек, крольчик, какашек, увеличивается, то есть он превращается в горки, где-то рельеф становится выше, и так далее, естественно, эти кругляшки потом исчезают, они превращаются в измененный рельеф, то, что разработчики сделали здесь, именно вот, такой вот приятный терраформинг, это здорово, безусловно, это классно, мне это очень нравится, безусловно, терраформинг работает не на всей карте, как вы видите, только на прииске, чисто визуально даже видно, который ограничен маленькими столбиками, этот терраформинг возможен, то есть за пределами прииска вы копать безусловно не сможете, то есть не сможете приехать на любую точку карты, локации, там ковшом раздолбать все, что вам хочется, ни хрена, только на прииске вы будете копать, в принципе, этого вполне достаточно, точно так же, как в фарм-симуляторе, вы могли сажать все растения, всякую рожь, пшеницу, речку, картошку, именно на полях, то есть вы не могли где угодно, что угодно вспахать, вскопать и засеять, только там, где разрешал играть, здесь все аналогично, локация небольшая, но это потому, что только на первичном, на данный момент, на первичной карте, я думаю, позже, когда разрабы допилят больше локаций, сделают их более глобальными, я думаю, там будет несколько возможностей приисков, возможно, даже их покупать можно будет, скорее всего, как это, собственно говоря, в шоу, на канале Discovery происходило, старатели, это те, кто добывает золото, старатели выкупали, брали в аренду прииски, и там уже, соответственно, добывали золото, прииски отличались, условно, по-разному, где-то золота было больше, где-то меньше, они проводили различные исследования территории, то есть, совершенно не обязательно копать везде, 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 в некоторых местах может быть золота больше, в некоторых меньше, тут уже стратегически поднимается вопрос в том, где нужно копать, где не нужно копать, потому что это затраты по рабочей силе, по времени, по бензину у машин, то есть, вот таким вот образом безусловно, я очень надеюсь, что кроме различных грохотов, эскаваторов и бульдозеров, также добавят более масштабную технику, такую, как плавающую, плавающую, добывающую, не знаю, там целая постройка, которая, для которой накачивается целое озеро, вокруг нее, она начинает плавать и вокруг себя собирает грунт, пропускает через себя и таким образом может практически круглосуточно перерабатывая грунт вокруг себя собирать и в огромное количество золота, то есть, это огромная промышленная золото-добыча, надеюсь, что здесь она тоже будет реализована, друзья мои, ой, я тут мимо просыпал, ни хрена себе заболтался, видимо, очень внимательно тебе это делал, друзья мои, полностью, сто процентов я вот собрал в эту корзинку, корзинку, ведрышко, оно полностью заполнено, теперь мы должны вот этот грунт, кстати говоря, я вспомнил, как назывался тот самый плавучий здание, оно называлось драго, плавучий драго, которое промывает вокруг себя грунт практически автоматически на конвейерах, так, вот этот мы ведрышко с грунтом на маленький промывочный ставим, выгружаем на промо-прибор на маленький, так, что-то не то, вода же есть, что-то не то, почему не промывает, а, я забыл, наверное, включить его, да, да, кнопка старт, нужно нажать, кнопка старт, тык, о, закрутилась вся эта хрень, и процентики побежали, друзья мои, половина примерно уходит в грязь, половина уходит в золото, то есть, вот, именно для этого внизу две бочечки стоят, вот, вторую бочку, которая освободилась, мы обратно ставим в грохот, и давайте еще немножечко покопаем, буквально у нас это займет не очень много времени, так, вспоминаем управление, давай, давай, еще чуть-чуть осталось, чуть попозже, я расскажу, что именно нужно будет делать с маленьким промывочным прибором, так, что-то мне не попасть, не хочу опять создавать эти горки, там сзади я промазывал, и у меня из-за этого получалась целая горка дурацкая, так, ну, что, друзья мои, давайте вот как посмотрим, я сейчас быстренько ускорю видео, чтобы вам не ждать опять, пока я загружаю целое, второе целое ведро, и мы вернемся в обычный режим после того, как ведро наполнится, и я буду комментировать уже промывку более на маленьком промо-приборе, и я буду и так, продолжаем, я полностью загрузил второе ведро, вот вы видите, как оставшуюся породу все еще грохот отсеивает камни, странно, что камни уходят никуда, и там горка не образовывается, это было бы логично, а вот там, где я промазывал и около грохота целая кучка, почему-то вот она осталась, ладно, ведро загружаем снова в маленький промо-приборчик, все, ведро у нас пустое, так, кидаем его, и так, почти 100% осталось ведра в грязи, и 100% золота, берем ведро с золотом, ну, это не полностью золото, скажем так, оно не очищенное, по факту самородков там будет достаточно мало, учитывая, сколько мы времени на это на все потратили, конечно, это достаточно мало, честно вам скажу, там буквально несколько самородков, это не промышленные масштабы, это вот, если вы в одиночку добываете золото, это, конечно, фигня полная, именно поэтому я очень надеюсь, что разрабы дадут возможность нанимать команду, чтобы не заниматься всеми вот этими вещами самому, потому что очень много времени, конечно, уходит, и так, пустое ведро ставим снова, сейчас хитрый гайд, я вам говорю, то, что осталось вот в этом контейнере, мы сейчас будем повторно промывать, то есть, то, что было отбраковано в качестве грязи, ставим запасное ведро под слот золота, и то, что отбраковано с грязью, вот здесь, мы снова еще раз промываем, смотрите, это то, что было отбраковано, оно опять пополам промывает всю грязную породу в надежде на то, что там будет золото, и промприбор показывает нам, что половина из этой грязи, на данный момент это тоже типа потенциальное золото, поэтому мы снова выставляем пустое ведро, опять ставим потенциальное золото, и снова грязь промываем, ой, потенциальную грязь, и снова грязь промываем еще раз, Безусловно, тут уже меньше осталось породы для промывки. И вот мы сейчас видим, что 74% золота есть во втором бочонке. Я предлагаю еще раз оставшуюся грязь промыть, чтобы максимально осталось то, что нужно. Вот таким вот образом. Видите, мы почти всю грязь промыли. Безусловно, там в итоге грязи будет много. Но главное, что мы по максимуму выжили золото из той породы. Поэтому оба ставим бочонок. Что, долбанутый, что ли? Припадочный бочонок? Да блин, давай ставь все уже. О, так бы сразу. Закрываем наш багажник. И едем к лагерю для промывки. Это будет финальная промывка с добычей всех крупиц самородков и золота. Едем, едем, едем в лагерь там, где у нас тент с костром. Скорее. Золото ждет. Так. Ставлю наручник, глушу. Все упало. Все упало. Ладно. Тащим бедра с потенциальным золотом вот сюда. Второе тоже хватаем. Где? Где-где-где. Вот оно. Тоже припадочный бочонок. Бочка. И тоже ставим под тент. Вот-вот сюда. Так. Теперь нам необходимо вот в этот банный тазик, друзья, банный день у нас, налить воду. Воду, с помощью которой мы будем промывать золото уже вручную. Вот так вот я чуть-чуть автоматически зачерпнул. Ничего нажимать не нужно. Но если вы хотите, чтобы было больше воды, вот типа она там набирается, очень похоже, то можно прям кинуть его, этот тазик, прям в воду. Так, мы набрали чистую проточную воду. Она нам будет помогать разглядывать золото. Давайте его поставим куда-нибудь на солнышко, чтобы было красиво. Это не очень красиво. Какой-нибудь вот, может быть, рядом с бульдозером, вот куда-нибудь, вот, куда-нибудь сюда, давайте, вот, вот сюда. Да, да. Вот, чтобы прямо на солнышке золото было. Супер. Так. Теперь тащим... А, золото, вот, золото, которое мы... О, здесь еще третий бочонок есть. Похоже, это третий бочонок, он у нас три, не два, а три. Третий, оказывается, был с туториала. Он самый стартовый, он уже изначально дается, чтобы вы научились промывать. Ну и здорово. Что ж, отлично. У нас есть, значит, не два бочонка золотом, а три. Три бочонка для золота. И высыпаем все, что есть на эту тарелочку промывочную. Ну, как видите, тут достаточно условно высыпается это все золото. То есть, буквально какие-то крупицы. Вот, они вываливаются. Их там на тарелочке уже побольше стало. Блин, вот если бы это все можно было автоматизировать в итоге, в готовой игре, вот цены бы просто не было. Можно было все это на поток поставить. Но в фарм-симуляторе, ну, такой не было возможности. Там можно было только нанимать работников на технику. Так что, скорее всего, здесь вот этой пересыпкой, промывкой придется заниматься нам самим. Вот на блюдечке. Блюдечка очень похожа на такое же, как в шоу было на канале Discovery. Мы вот с этой, со всей грязью, где-то тут золотой самородки есть среди них. Опускаем воду, поднимаем и начинаем трясти. Вот, золото отмывается. Я уже вижу блеск золота. Друзья мои, мы скоро будем богаты. Снова опускаем, двигаем мышкой, поднимаем и еще немножечко трясем. В блюдце можно наклонять по-разному клавишами, ASDV. Ну, все, я думаю, все уже чисто. Больше мы уже ничего, лучше не промыть. То есть, отсюда мы видим, что здесь есть часть самородков и часть просто каких-то камушков, которые не самородки. Так, теперь нужно будет переключиться в режим сбора самородков. Клавишей Shift. Так, 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 так. Слева, вот вы видите, есть меню для управления. Я думаю, часть, конечно, может быть, даже это не все золото, которое блестит. Возможно, часть, это просто похожие камушки на золото. Что ж, давайте, давайте приступим уже непосредственно к сбору. В правом верхнем углу вы видите показатели. Там написано есть строка Gold. И, соответственно, рядышком желтая надпись 0, 0, 0, OZ. OZ это унцы. Золото изменяется в унце. Унце это примерно 2,3 грамма. Это немного достаточно. То есть, в ручном режиме, если мы будем вот таким образом собирать золото, ну, безусловно, будет очень сложно заработать. То есть, нужно либо поставить это на поток, либо в каких-то более мощных промышленных масштабах добывать золото. Потому что, ну, безусловно, вот то, что мы потратили здесь почти 40-50 минут на сборку, на промывку, на добычу грунта, добыть 2 грамма золота, ну, это ни о чем совершенно. Мы времени и бензина потратили больше. Итак, я переключился в режим добычи. Подтаскиваем к себе поближе блюдце, потому что курсора нету, а выбирать нам придется именно курсорными клавишами. Итак, нацеливаемся на самородки. И левой кнопкой мыши начинаем их собирать. Собираем. Как вы видите, унции стали увеличиваться. То есть, сколько именно мы золота собрали. Так. Собираем. У курсора нету, не навестись. Вот, ну, что за хрень? Вот, не навестись просто на эту... На эти самородочки. Так. Все, все, все. Нужно собрать. Мы потратили кучу времени, и нам нужно золото. Больше золота. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть. На маленькие самородки совсем сложно навестись. Возможно, даже есть смысл снова переключиться в режим управления самим блюдцем, чтобы приблизить еще ближе экран и уже тыкать в сами самородки. Но я не буду этого делать, потому что уже чуть-чуть осталось. Помучаюсь. Золото стоит того, чтобы помучиться. Итак, последний. Давай, давай, давай. Иди в корзинку, грибок. Грибочек. Есть. Все. Мы все собрали. Остался ненужный грунт, ненужные камушки. Я обратно переключаюсь со сбора. Так. Все это можно хрень. Все. Бросаем. Больше нахрен нам не нужно. Вот блюдца и сам тазик вообще резоннее перетащить вручную к промо-прибору. Да. Чтобы это все делать там, а не здесь. Вода в тазике пока что не пачкается. Не продумано. Итак, друзья мои. В принципе, это все, что реализовано в этой игре на данный момент. Все. Больше ничего нет. Я вам все показал. В следующем видео мы с вами попробуем покататься на тракторе, который мы только что с вами видели. Посмотрим его эффективность. Вот. По сравнению с эскаватором. Собственно говоря, это все, что я хотел в этом видео показать. В следующий раз мы будем играть на тракторе. Если вам понравилось это видео, было чем-то полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Любая активность, комментарии, лайки, дизлайки поможет моему развитию. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok